итак всем привет с вами Дубга мы продолжаем играть за Россию в новом бета-патче в Виктория 3 если вы еще вдруг не подписаны обязательно подписывайтесь а у нас впереди очень много дел поехали первостепенная задача это звоняться дальше образованием повысить еще дальше уровень образования поэтому строим бюрократии побольше и мы можем попробовать сделать обязательно начальное образование для этого нужно получить права человека так сейчас туда наверное доинвестируем чуть-чуть все-таки это конечно сильно но образование еще сильнее потому что нам все еще надо как-то догонять этот мир по технологиям и хоть мы по промышленности действительно неплохо так прошлись и как бы уже на уровне у нас все еще отстала армия отстало общество куча технологии еще нам нужно вперед и мы каким-то образом получили обязательство от Туниса я не знаю как ребята не спрашивайте давайте тем временем Сербии заключим торговое соглашение и в теории мы попробуем Сербию заманить в наш таможенный союз и вот мы наулучшали объем торговли пересмотрим сюда у нас от торговой пути 19 и за обязательство они согласятся но я не боюсь давать обязательства Сербии поэтому у нас таможенном союзе прибавления кроме грета там теперь еще и Сербия можно было бы кстати попробовать включить еще и Боснию герцоговина нужно тоже да нужно просто торговые пути начать заключать с ними и забавно там просто гигантское производство оружия для их страны видимо они там на черный рынок что-то поставляют нас это устроит либо возможно османы все свое оружие делали здесь это кстати звучит достаточно реалистично из-за чего видите у них сейчас экономика очень грустная ну они как бы были частью империи у них теперь рынок очень мертвый у Сербии было то же самое так что поможем им так на увеличивали объем так это мы я себя прощаю говорим и непосредственно Тунису и теперь с этими ребятами заключить но почему-то они все еще не хотят с обязательством я не хочу давать обязательства здесь потому что я бы предпочел использовать его вот здесь у нас какие-то идеологические да разница чуть-чуть побольше посмотрим может что-то изменится и у нас ребята начинают делать бровые вышки сами мы даже ничего и не производим это хотя мы вообще можем их сами строить на сахалине у нас то я даже не могу их сам строить либо может они уже по максимуму застроены но это выглядит забавно но в случае ладно хотят делать пускай и делают а и у нас начинается рассвет газом промышленности которая сам даже и не строила и получаем и плюс бафка двигатель внутреннего загорания приятно на самом деле и смотрите эти ребята уже согласны на торговое соглашение это еще немножко улучшат наши отношения потихонечку и да ну когда-нибудь я думаю и вот это тоже изменится как минимум если у нас дурная слава станет меньше 25 нормально ой обстрел в швеция готова к нам зайти потому что у них улучшились отношения к нам отношения дружеские намерения радужные вам наш таможенный российский рынок растет прекрасно начнем получить кучу бюрократии ну что построили кучу домиков заряжаем дальше я бы наверное колониальные тоже институты покачал потому что мы в колонизируем ну достаточно уверенно я бы сказал пригодился бы дополнительный рост ну так же давайте включим афганистан в наши стейты потому что нужно что-то тоже по распространялись наши институты с африкой наверное тоже стоило бы этим позаниматься но попозже пока что я думаю полезно получать дополнительные ресурсы и начинается когда очень странная война обязательства в поддержку дип-игры австравенгрии не очень интересно также наверное можно было бы данью в наш таможенный союз зазвать давайте наверное с ними тоже пытаться как-то сначала другой договор но у них не очень хорошие отношения с ними как будто или что хотя нет но они не хотят ну вот он видимо недостаточно маленький ввп торговые пути давайте попробуем над ними поработать ой сербе за обязательства хочет у нас оборонитель пак сделать но за обязательства ладно как говорится и нам чуть-чуть еще не хватает на вот это вот как только у нас будет торговое соглашение думаю там и таможенный союз появится так что ждем обязательства ну таможенный союз обязательно конечно же это явно заключал еще немножко договоров торговых и торговое соглашение есть и совсем чуть-чуть нас разделяет от таможенного союза и я добил прекрасно дать обязательства мы будем одним рынком прекрасно наша экономическая сфера влияние только растет эти говоря пруся стала частью экономического сфера влияние франция достаточно неожиданно я бы сказал но все германия никогда не объединиться вряд ли сможет когда-то в этом мире какое-то место занять не смотрите то же самое можно сделать с боснии прекрасно еще плюс одна страна это может им развиваться потому что им очень много каких товаров не хватает которые мы производим либо экспортируем импортируем и получается нам тоже небольшой путь и куда-то вы будет и готовим армии побольше чтобы у цене забрать исконно конечно же русские территории а также я положил глаз теперь на сицилию придется тоже наш рыночек продвигать может обещать почти спало армии наши готовы давайте повозвращаем все нужные нам территории причем это литр лист веря возвращение области то забавно но не то что и все это делаем основным чтобы они точно никуда не сбежали с этими территориями прекрасно но еще накинет туда репарации тоже к основным наверное этого нам более чем хватает можем что-то тебе-то попросить репарации но я думаю это только добавит нам проблем на самом деле так что мы берем все наши армии и готовим наверное наш флот перебрасываем его на дальний восток пожалуй да чтобы не господи какие-то громкие звуки господи помилу того кто это сделал эти армии тоже перебрасываем сюда их мы будем использовать в высадках как и второй флот мы тоже перебрасываем сюда это что-то может наконец сделать и америка реально из всех стран мира америка и возможно бирма решает поддержать китай ребята вы серьезно янки давайте поделаем стратегические цели раз таки а можно только одну выделить что ж тогда пекин стратегическая цель остальное думаю не так как-то должны будут захватить хотя в среднем конечно давайте делаем как вот так именно по казусам были бы нашим работать а в пекин будем просто делать стараться высадки и да конечно хочется отношения плюс 3 одобрения это очень сильно и швеция хочет за обязательство бронетельный пак с нами заключить давайте сделаем так и быть начинается война достаточно быстро даже не все еще китайские войска прибыль на границу не все наши мы уже готовимся высаживаться по крайней мере вот сюда в идеале кстати наверное может даже вот эту армию использовать как я конечно дал бы еще одного командира ну и этого повысил бы еще да абсолютно сюда я стараюсь пропускать звуки вне союз австро венгрии ладно звучит не так плохо на самом деле причем бы и нет я постараюсь пропускать звуки высадок на что не очень громкие не хочу вас травмировать и начинается у нас битву по ощущению так можно вернуть спасибо обычная карта очень не особо проблем быть не должно то так вроде как и есть я вижу американцы плывут плывут гадить 4 американцы ну ладно вторжение проходит надеюсь сможем высадиться это нам очень сильно упросить всю общая ситуация это смотрите как смог изобрать себя тайвань у нас немножко багается интерфейс но это классика сажаемся сразу дальше и же пока выско имеет неизвестно ли на состоянии на самом деле и очень успешно у нас здесь выско в пекине здесь тоже вроде как успешная туда как будто кто-то хочет еще вот сюда до пытаются перейти на это займет еще время мы успеем не плохо так у первой территории здесь тоже прекрасно должно так нам дать это много пар скоро в теории и что вторжение не боят слишком много поэтому еще сюда начнем они покинули чуть-чуть эту границу начинается к это беготня может всегда видеть как лишь какой-то фигни занимается войска то сюда гоняет и как будто чуть проще стало хотя прибыли сюда американцы но я думаю они не смогут спасти китай еще я подумал можно же сделать еще вот так они тут показания туда ладно тогда тут армия пускай дабка отходит сквозь флот освободиться и сделаем вторжение в америку почему бы нет вот успешное вторжение скоро сделаем вторжение еще вот что а в маньчжури уже успешно взяли мы маньчжурию нужно это давать начать нам много вар скоро в теории да поехали калифорнию или смотрите-ка мы успешно взяли калифорнию сразу весь регион тут сразу успешной выставки успешно а точнее дальше они продвигаются это выско что могу сказать пиндосы немножко проебались и нам мол статус-кво предлагают ты хитро придумал император китая но нет мы уверенно побеждаем в этой войне здесь тоже уверенно контролируем неплохую часть западного побережней америке я думаю капитуляции китая не заставить себя ждать хотя конечно одни не спешат и по абсолютно неизвестным причинам варскор просто замер на минус 20 то мы не контролируем одну цель здесь чуть-чуть здесь 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 постоянно виски не контролируем часть америки варскор просто решил ну и так сойдет этот бритис икс к империи хотя бы была капитулирована он высадится в америке а вот америка тоже капитулировал осталось просто то запросы китай но нам же не должно ставить туда один китай капитировать теперь открыли акционерной компании сейчас открываем права человека сразу инвестицию достоверенней личности сооружение 50 немного переинвестировал туда будет очень сейчас приятно расставлялись рик гигантское количество возможных компаний можно бафать очень много чего и мне хотелось бы баф хоть в идеале то что будет работать и давать баф какой-то есть неплохой вариант баф на себе производство все угля железа и стали и товар обороженный на дорог наверное это одно из самых лучших здесь вариантов но есть еще золото который плюс денежное производство и ну это должно тоже достаточно выгодно давайте попробуем все таки вот это я думаю товар оборот железный дорог это неплохо это все и нам инфраструктура должна давать дополнительно ну и бафы на производительность вот ко всему этому это просто же вроде как безумно сильно я так подозреваю лично в россии появились права человека занимаемся теперь инвестициями в россии а потом и без сверения личности сделаем и мы на этом моменте можем сделать обязательно начальное образование и на этом у нас полностью будет это все что возможно чтобы увеличить образование 70 базов то есть теория думаю там 80-90 мы сможем процентов выбить в итоге я приду здесь стратегическую цель надеюсь они смогут наконец-таки здесь что-то захватить и мы составим каплировать цен который не вообще не чувствует ничего и у нас появились инвестиционные фонды блин мы сейчас просто космос улетим по экономике также у нас появились новые варианты строительства на стере по дереву и по я чувствую как раз железу по тканям будет немного небольшая ситуация когда он все это не нужно становится а вот по стеклу да будет пиздец и по стали начинаем пока что как-то сглаживать ситуации импортом но в среднем мне просто надо будет сейчас супер много стекла начать производить и перешли мы где возможно на них здесь тоже везде где возможно тут вот допустим еще пока нельзя и теперь есть нюанс городский центр менять не будем но у нас есть вот такой нюанс у нас минус 800 тысяч потому что у нас буквально два раза выросла одновременно постройка надо закрывать всякие теперь строительные сектора и как-то выходить отвомился чтоб принципе не сложно на самом деле и слушайте теперь тут есть кнопка уменьшить я могу сделать через control вот так 6 как стало удобно и вот мы вернулись прямо здесь к таким же цифрам и в нашем балансе тоже прям таким же цифрам идти и на рыночке тоже все стало чуть-чуть попроще так что хорошо отсюда хотят оборонительный пак с нами за обязательства пожалуй нет во вскоре начал идти слава богу видимо не что-то где-то до захватили и сейчас цен сдастся это есть вот таки востока владыка точнее завершено модификатор в манчжуре можно получить на порт таро брат портов политическая сила промышленников либо вооруженная сила и война мужские базу давайте порт я думаю все таки и конечно же включаем эти области и забавный факт скандинами смогла объединиться но все еще нахожите наши бритки что меня устраивает я по этому поводу когда не волнуюсь и да у нас очень очень мощный рынок у нас только со стеклом минуса по стоимости площадь снова недорогие все остальное достаточно дешевое что неплохо но явно нужно наращивать основа проблема в том что у нас очень много бедных и очень много еще крестьян без работы конкретной из-за этого они все не покупают ничего дорогого ну что все это видите мебель мясо фрукты это все такая около роскоши несмотря на то что она дешевая поэтому скорее всего наверное что-то они все-таки до покупают видите среди все равно это зерно одежда мебель то есть все вот эти вот продукты которые мы как будто делаем они не используют а могли бы нужно чтобы они становились богаче а еще по причине могу напасть на японскую сигунат и здесь что сломалась просто как будто прекрасно я могу напасть такой по открытию рынков я не могу напасть допустим по вот этому вот цвету хотел бы допустим все захватить собственно говоря тут стоит здесь неплохие ресурсы золото но я не могу наверно это из-за плохих отношений нужны плохие отношения в смысле что окей попробуем ухудшить их видите как наши доходы начали резко расти уже плюс 160 у нас просто инвестпул теория должна очень жестко увеличиваться а значит мы можем все позволить увеличить средства сектора еще больше и наверное начать платить зарплаты людям невероятно до чего дожили еще один забавный факт мы производим 3000 опиума и все это как видите это одну производим мы по моему шаги санта это все наши территории то есть я ни одного опиумного не поставил домика но наши частники наделали себе опиума добавно давайте вот этой вот страны разберемся мне очень нравится что у нас здесь не какая-то супер удобная граница давайте отправим сюда ребят чтобы они порешали данный вопрос вообще наверное стоило бы весь аман сразу захватить и наверное заняться еще здесь всеми территориям кстати у нас интерес видимо да нету а в аравии стоило бы нам иметь интересы давайте будем поджимать от себя не все таки это товар и ресурс будущего и да мы на первое место вышли по ввп осталось загнать по грамотности и в пнд уж население носить будет конечно не так все просто и вот она началась у нас олманом можно кстати еще сделать вертой небольшую выставку только быстрее то война закончилась вот сюда инсервия хочет союз я вообще был бы наверно против но ребята ну уж слишком слишком у меня и так уже напряжен к с влиянием мне не хотелось бы убирать этого дополнительный баф на снижение дурной славы и он достаточно быстро покорил что же стоит заняться наверное турции потому давайте очень наверно с басры конечно они откажутся и здесь много кто может вот его не начать участвовать но мы к этому всему готовы все про все смотрите как хочет помочь османской империи плохая идея пруссия плохо прошлый раз закончилась и австро-венгрия а мы с вами союз не заключали внезапно так и заключается союзы ботами да и они такие да мы поддерживаем их ну чтож давайте назначаем наш армию сюда вот это вот и в защиту будем там держать просто оборону и заниматься конечно же османами просто единство есть еще шанс что осман просто сдастся потому что у них есть страх добавим репарации к основному наверное и я бы не хотел слишком много обещать и тратить потому что нам еще захватывать здесь все так что так и оставим пока детстве кажется достраиваем дополнительные отряды нам их не очень хватает их много но всегда можно иметь больше параллельность игра осман участвовать в войне франции и господи что это вообще забита франция и сша наваливаются на маскару а за нее заходит сын османской империи австро-венгрии 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 и ресуранцы еще по это вы плохой момент выбрали для войны удачи вам здесь они начинают наступление и да они начинают пускай пробует нам это не сильно интересует нас уже оккупировали хотя мы не начали или это просто как-то странно это очень странно тут нарисовано потому что когда это произошло что это за бред тем образом они купировали нас хотя только-только началась война и каким образом мы их оккупировали у парадоксов что-то однозначно слабо на может это с прошлой войны что-то осталось странное такое но мы давайте сделаем высадку осман и высадку в австро-венгрии и здесь ой атака 16 как грустно даже не понятно что у нас просчета у них там какие-то бафы пробуют ну нет такое невозможно выиграть и давайте еще обозначим строительство наступление чтобы этот стоит точно захватили образование сюда и так сделаем новые домики правительство ведомств чтобы прокачать обрезание получше и у нас наконец будет очень-очень образованная страна при этом вроде мы а у нас ребята здесь не наступают вообще стоило бы вот таким вот образом а тут еще странно но в общем-то успешно все еще и до венец и все успешно здесь тоже надо потом фронте без заменения здесь выставка очень успешно и здесь просто мы потихоньку побеждаем хоть и так сильно как-то биться стало больше но прогресса от них меньше как будто оль то что хотелось то получилось другого соглашения наконец-таки получилось в один момент может сможем это можно и союз сделать хотя тут какой-то да ведь они в британию зашли нагреться встала и вышла из нашего почему-то ну так вот произошло нам ничего об этом не сказали даже но то здесь никто даже не мешает и мы просто спокойно оккупируем половину османской империи можно даже наверное попробовать вот здесь вот атаковать там видите очень сильно не пополненная армия я думаю после некоторых боев она в принципе рассыпется по типу что здесь забитого и вас против 14 но у нас да у нас дебаф а у них баф вот и не получилось но по людям все равно я думаю они просто водимет останутся без людей впрочем мы тоже можем показаться такой ситуации мы перешли в оборону чтобы просто подушить австро-венгрию и османы я думаю скоро должны просто капнуть да так и есть баста у нас теперь включаем ее обязательно сначала давайте нами вот эту кнопку теперь можем включить басту бросить на методы прелесть прелесть действительно прелесть теперь австро-венгрия и по неизвестным причинам наши войска все абсолютно решили как безумные побежать непонятное направление видите что здесь убежали что здесь убежали и заметьте и их войска и наши войска то что они вообще еще все еще биты находятся на этом же фронте господи ну и чушь но не согласно уже на репарации поэтому давайте на них и заключим мир и у нас царь сменился внезапно его не любят но православный хочет реформ добавное сочетание я не удивлен то что они любят но у него все еще нету как с грецией мы лучше отношения допустим все еще они не особо хотят к нам перейти еще посмотрим может мы это исправим это разнание без проблем свадьба в наших особ плюс влияние либо плюс популярность влияние возьмем ну что путь в арабию для нас теперь полностью открыт так что на этом пожалуй под закончу нашу серию текущую с вами был дугой обязательно подписывайтесь и любящий друг не подписаны лайк комментарии ты есть крут густи все как обычно и до скорых встреч всем пока